Они засняли это на камеру И теперь жалеют об этом Чувак, какого чёрта? Что это такое? Помогите! Да, ребят, я нашёл самое страшное видео из интернета, которое мы сейчас с вами посмотрим И если не хочешь, чтобы у тебя пришла такая страшная штука, пока ты спишь То прямо сейчас поставь лайк и нажми на эту красную кнопку подписаться И тогда она к тебе не придёт Я тебе обещаю И, кстати, в этом видео будет появляться вот такой вот страшный клоун И если напишешь в комментариях, сколько раз он появился за всё это видео То сможешь по следующему ролику, как и вот эти ребята Итак, ребят, видео начинается Погнали! Чувак, если у неё проблемы с её сыном, она должна пройти терапию Офигеть! Это как будто его кости, они больше не описывают свою кожу Беги! Беги! Чувак, какого чёрта? Помогите! Обалдеть, ребят, вы видели? Привет, дорогие подписчики, если вы хотите увидеть больше новых видео, давайте наберём 100 тысяч лайков Итак, в этом эпизоде мы получили имейл от женщины по имени Кэндис 53-летней матери, которая верит, что что-то страшное случилось с её сыном Кэндис сказала, что её сын больше не разговаривает с ней И похоже, что он постоянно растёт До той степени, что он едва ли вмещается в свои вещи Нифига себе! Она сказала, что он вырвал свои волосы и не хочет показывать ей своё лицо И она отправила нам видеодоказательства Сегодня ночью мы решили отправиться в её дом и посмотреть, что происходит с её сыном, пока она не смотрит за ним Поехали! Погнали, ребята! Мне очень интересно, что реально там происходит Что случилось с её сыном? Так что ты думаешь, что происходит с её сыном? Я реально не понимаю, в чём проблема Окей, из того, что она написала в письме Её сын растёт супербыстро по какой-то причине И ведёт себя очень жутко по отношению к ней Но в этом же нет никакого смысла Как мы можем узнать, что это не просто всплеск роста? Я не думаю, что эта женщина обратилась бы к нам, если бы это был нормальный всплеск роста Блак, если у неё проблемы с её сыном, она должна пройти терапию Давай просто посмотрим, с чём мы имеем дело, окей? Окей, ладно Так, они едут к ней домой Вот Пока что из всего того, что мы увидели, мы можем понять то, что с её сыном что-то произошло не так Он начал расти очень быстро Подожди, здесь, здесь Это оно Окей Я выхожу Здесь реально что-то не так, чувак Всё, окна тёмные Чувак, я не знаю, хочу ли встречаться с этими людьми, это может быть просто потеря времени По крайней мере, мы должны пойти и встретиться с Кендис и попробовать поговорить с её сыном, окей? Окей Он вроде... Ладно, давай постучим в её дверь Так, они заходят к ней домой Точнее, стучат в дверь Блин Надеюсь, сейчас мне сын откроет Это она? Фу Здравствуйте, Кендис, верно? Да Да Вы писали о вашем сыне? Мы говорили, что придём ночью Так А мы можем войти, верно? Хорошо Отлично Она чего-то боится Я как будто не знал, что мы придём Ага Наверное, она прошла через многое Кендис, ваш сын ещё дома, да? Оооой Он отдыхает Он отдыхает Окей, давайте просто сядем и поговорим с вами, хорошо? Пошли Давай сядем, поговорим Хорошо Кендис, спасибо, что разрешили нам сесть с вами Вы можете нам дать больше подробностей о том, что происходит с вашим сыном? Мой сын Это моя ошибка Почему? Я должна была сделать с этим что-то раньше Вы говорили в письме, которое отослали нам, что он ведет себя очень странно. Можете рассказать об этом поподробнее? Он все еще остается моим мальчиком. Он просто больше не разговаривает со мной вообще. Я имею в виду, вы очень надеялись и спокойны о нем, и это хорошо. Но когда все это начало происходить с ним? После смерти Майкла. Майкл был вашим мужем? Что-то пошло не так. Томми убежал в деревья. Его не было три дня. Я уже почти что позвонил в полицию, но в итоге в одну ночь он вернулся в свою комнату через свое окно. Окно? Но почему он не вошел через дверь? Я не знаю. Он полностью изолировался и теперь носит странную маску. Теперь просто это не мой Томми больше. Вы упомянули, что его отец умер. Вы не думаете, что это какой-то тип скорби? Нет, нет, это не скорбь. Это еще физически. Что вы имеете в виду? Это как будто его кости. Они больше не вписываются в его кожу. Я люблю моего сына. Он для меня весь мир, но это не мой Томми. Хорошо, Кэндал. Вы не будете против, если честно. И я пойдем поговорим с Томми сейчас. Да, но он выдрал себе волосы. Окей, все хорошо. Только ничего не говорите. Это не хорошо. Я думаю, он осознает все, что с ним происходит. Хорошо. Где его комната? Она наверху. Слева. Окей, хорошо. Пошли. Хорошо, давай поговорим с Томми. Блин, 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 блин. Интересный шпунт она. Томми, я собираюсь открыть дверь. Оооо! Меня зовут Клахт. Я друг твоей мамы. Она пригласила меня убедиться, все ли с тобой в порядке. Песенку пойти. Твоя мама беспокоится о том, как ты себя ведешь. Томми? Как ты думаешь? Может ты повернешься и мы сможем поговорить с глазом на глаз? Да Мне надо сваливать сейчас Обалдеть Хорошо, Томми Если ты захочешь еще поговорить, Честер Я здесь буду всю ночь Чувак, мне надо с тобой поговорить Ладно, пошли, уходим Чувак, ты видел его лицо? Что это было? Я не знаю, я думаю, это маска Но почему он носит маску? Я без понятия Это может быть вид такого траура после смерти его отца Как это может быть трауром? Чувак, я не знаю Мы пришли сюда устанавливать камеры, так что давай начнем это прямо сейчас Чувак, я боюсь даже увидеть, что он делает ночью Давай просто расставлять камеру Ладно Вам интересно, ребят, что там происходит? Что будет происходить ночью? Мне вот очень интересно Увидеть Я положу камеру сюда Так, пошли Томми только что ушел в ванную Поэтому мы можем поставить камеру в его комнате Отлично Мы увидим Чувак, здесь так отстойно пахнет Что происходит в комнате Томми Эй, что это такое? Это похоже на сорт мяса или что-то такого не играйся с этим в чем дело чувак она двигается мясо шевельнулась о чем ты говоришь просто пошли я уже расставил камеру в эти виды ребят хорошо давай теперь поставим камеру в комнату кем привет кензис можно мы поставим камеру вашу комнату она какая-то напуганная хорошо кензис мы расставили камеры по всему вашему дому включая комнату томми я не уверен что ему это понравится но почему он не знает о том что мы поставили камеры здесь надеюсь я просто не хочу его злить я просто хочу чтобы старый томми вернулся ладно кензис честер и я попробую сделать все что в наших силах но для начала нам нужно узнать как ваш сын ведет себя ночью кендис послушайте все хорошо ладно бедный честер и я сделаем все что в наших силах нам нужно просто посмотреть записи с этих камер чтобы узнать что с ним происходит хорошо мы все вместе посмотрим записи утром ладно честер и я будем ночевать в вашей гостиной хорошо ладно ты готов пошли спать хорошо спокойной ночи ночи чувак когда мы разговаривали с томми у меня было очень плохое предчувствие ты видел как он на нас посмотрел братан я знаю это жутко но мы не знаем на самом деле через что он прошел на чувство не хочет чтобы мы здесь оставались я не ощущаю себя безопасности спят здесь как и кендис но только со своим собственным сыном поэтому мы здесь давай ложиться спать хорошо завтра посмотрим записи хорошо так все чтобы с вами смотреть что будет происходить ночью мне очень интересно самом деле увидеть так мы легли спать так время почти пол первого ночи все спят мне интересно что делает доме доме сидит просто сидит и качается и страны стоят ну кто так не делать ночью ребята крышки я так каждую ночь делаю на самом деле нет что происходит что происходит оу нифига себе посмотрите как он вырос обалдеть он стал еще больше он скоро вообще в этом доме вмещаться не будет пипец что это такое он что-то кушает ооо мне кажется в томе кто-то вселился какой-то страшный дух черт или демон ой он как он пошел он пошел гулять так время почти три часа ночи томми решил пойти погулять ооо посмотрите на его ноги руки не знаю как это уже называть он идет кендис он заходит в комнату кендис что он собирается сделать что он делает зачем ооо что это это язык он высасывает что-то из нее обалдеть и пропал ооо ооо ёба ёба он смотрит прям на нас так утро так сейчас около 7 часов утра мы только что проснулись чувак ты что-нибудь слышал этой ночью нет я спал как младенец почему не знаю может быть у меня был странный сон можешь сказать разбудить кендис а я пока пойду за камерами чтоб мы могли посмотреть хорошо я буду будить ее блин что с кендис случилось кендис пора вставать я вхожу привет кендис а что это за черная штука ооо с вами все хорошо что доме нет это честер вам нужно вставать уже утро о боже мои ноги паркер паркер в чем проблема чувак кендис что случилось у нее отказали ноги кендис кендис все в порядке что то не так у нее черная отметка на спине вы в порядке я не знаю все хорошо хорошо ладно давайте вас поднимем кендис 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 посмотрите что он с вами делает это не нормально нам нужно позвонить в полицию нет нет а полиция чем поможет но кендис они не поймут томми они реально не поймут хорошо если вы не хотите звонить в полицию честер и я пойдем и поговорим с ним нет он отдыхает в это время но надо поговорить сейчас хорошо пошли какого черта мы сейчас посмотрели почему она не хочет звонить в полицию чувак я не знаю это ужасно выглядит так как будто он высосал ее спинной мозг как комара или что то другое ты видишь как он ходит я думаю вырос еще прошлой ночью нам надо убираться отсюда теперь точно понятно что этой женщине нужна наша помощь нам нужно остаться на еще одну ночь чувак да ну тебя мы остаемся нас нету больше выбора ладно хорошо кендис вы видели очень ужасные вещи прошлой ночью я правда не хочу чтоб он приходил еще раз ночью я не знаю что он делал здесь вы точно не хотите вызвать полицию нет нет они не поймут его ладно а как насчет того чтобы поставить этот стул напротив двери в случае того если он захочет снова войти сюда теперь он точно не сможешь сюда пройти ладно так теперь мы полностью готовы если он захочет снова зайти честер и я будем в другой комнате будем пытаться заснуть мы потом посмотрим записи утром хорошо я правда люблю его я просто хочу что с ним все было в порядке я понимаю это но сейчас мы беспокоимся о вас ладно попробуйте поспать чуть-чуть хорошо мы поговорим утром они же хотели поговорить с тобой только не говори что ты чувствуешь себя в безопасности спя здесь что если он придет в нашу комнату понятно что я чувствую себя некомфортно здесь но какие у нас есть еще варианты мы можем уйти мы просто запишем еще эту ночь и посмотрим что этот чувак делает это явно небезопасно оставлять здесь кэндис одну хорошо но как только я что-нибудь услышу я сваливаю ладно наплевать просто давай ложиться спать да будь что будь они же хотели поговорить с томми почему то не поговорили странно ну хорошо начинается вторая ночь ребята спят так томми вроде нету как кэндис спит а вот томми не спит он надел свою маску значит сейчас он отправится к кому то либо к ребятам либо к кэндис посмотрите какой он огромный обалдеть края всю сцену у них еще сердце не остановилось ух ой он Argand экспью уплыв камеру и вырубил ее он идет он идет кэндис офигеть он огромный пипец ребята что что-то ломается чувак что это погнали беги беги давайте быстрее они очень медленные чувак какого черта что это такое помогите он забрал я он забрал я чувак быстрее быстрее он собрал кэндис открывать открывай быстрее чувак чувак окно это ее футболка куда она ушла чувак чувак я думаю мы должны убираться отсюда этот парень и оси и я не хочу здесь больше оставаться мы сваливаем сейчас вот мы должны найти ее я мы мы даже не боимся за себя чувак эта штука вытащила и мы должны ее найти пошли надо кому не позвонить чувак он ушел нужно кому-нибудь позвонить мы доехали до дома и связали с сестрой кэндис на фейсбуке мы сказали что доме забрал его маму и мы не можем ее найти она сказала нам что кэндис сказала ей что томи погиб год назад офигеть томи и всем спасибо за просмотр а если ты хочешь посмотреть еще страшнее видео то обязательно посмотрели вот этот ролик он получается реально очень страшный поэтому кликай и пугайся этого срачки ну а с вами был я кеша всем спасибо за просмотр всем пока чао